Добрый вечер, друзья! Мы просим Светлану зачитать очередной вопрос. Добрый день, Михаила Светлана. Мне 21 год. Заканчиваю бакалавриат по специальности программная инженерия. О как! Учусь хорошо, но прям звезд с неба не хватал. Отлично по времени. Учусь хорошо, но не хватало. Но не хватало. Недавно осознал важность строить планы на жизнь и реализовывать их пока молодой. Но почти сразу же столкнулся с проблемой. Не выходит работать сейчас на будущее. Привык за 11 лет школы и последние 3 года вуза делать быстро. А что именно? Ну что, задание допустим. В последний момент и чтоб сразу был результат. Когда результата не видно через пару-тройку дней, снова возвращаясь в второе русло. Думаю, что проблема в том, что на жизнь вполне комфортная. На жизнь или у нас жизнь? Да, на жизнь вполне комфортная. У нас жизнь комфортная, да? Хорошо. Как дать себе волшебного пинка научиться работать на перспективу и осознать, что жизнь в комфорте будет не всегда и что вообще за его пределами гораздо меньше. Четко говори, без хихиканья. Я помню, был такой мультик или кино какое-то детское было. Один шах с халвой. С халвой. Он очень расстроился. Он говорит, ах, увы, 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 потерял я вкус халвы. Потому что он лежал среди... Ты не представляешь, я этот фильм, эту историю пересказывал буквально неделю назад. Там Джигарханян играл этого шаха. Да, и вот ответ там был такой, что нужно лежать на той же самой такте, где он лежал. Подвесить халву на веревочке. А его чтобы связать. Да, его связать, чтобы он не мог это достать. И оставить его так вот, ну водичку может поставить, так больше ничего не дать. Нет, он ему сказал, и о халве стараясь не думать. Да, и о халве стараясь и не думать. Да, значит, но вопрос в чем? Человек, не только человек, но вообще, надо сказать, всякая биосистема, и не обязательно биосистема, это очень широкий такой принцип, стремиться к минимальному расходу энергии. Понимаете? То есть, то, что вам не хочется ничего делать, при том, что у вас нет какого-то стимула, это естественно, это норма. Есть люди, которые как бы от рождения шустрые такие, живчики. У них возникает какая-то морковка, которую они сами себе вешают, им никто ее не вешает извне, они сами себе постоянно меняют морковку, которая у них перед носом там висит, и они за ней бегут. Понимаете? А другие, у которых морковки нет, и никто им не повесил, а сами они себе тоже не повесили, они говорят, а куда бежит, чего бежит, вот же вот тот, нас и тут неплохо кормят, куда он там понес им, и так далее. Значит, вопрос отсутствия мотивации какой-то особый, это ведь Обломов на самом деле, да, Света? Вот это вопрос Обломова. Он вроде бы интеллигентный был человек, и он вроде даже все понимал, он милый такой, ну как-то, ну а что, ну а ради чего, и вот так вроде все ничего. И я бы так даже сказал, что вся страна такая, он же не один такой. Да, Обломов-то не случайно возник? Ну, дело не в этом, Обломов просто литературный персонаж, но вся страна такая. Он такой не один там на сто, а таких, как он, девяносто пять на сто. Потому что тут есть несколько факторов. Значит, первый фактор состоит в том, что ему как-то так вот от природы не дано быть самодвижущимся таким, да? Селф-дривен, как у нас говорят. Значит, ему этого внутренне не дано. Просто так вот, по рождению не дано. Внешний мир так устроен, что тоже отшибает очень многих людей, отшибает желание что-то делать, потому что, скажем, делать так, чтобы там с уголовкой не хочется, так, чтобы обманывать, не хочется взятки давать, не хочется это, не хочется того, не хочется. Но если человек, он как бы активный, а взятки давать не хочется, и с уголовкой не хочется, он там, допустим, эмигрирует, у него есть энергия, чтобы там на эмиграцию. Но когда внутренней энергии нет, когда вот как бы ничего тобой не движется, хорошо, когда 21 год, а если в этом состоянии побыть там еще несколько лет, то уже вообще никогда ни к чему не придешь. До тех пор, пока внешние обстоятельства тебя не заставят. Мы видели очень много людей в эмиграции, которые волею судеб оказались в эмиграции. И так вроде бы им там, вроде, ну нормально было, но как-то так, знаете, рушился тот мир, в котором было нормально. Вот мы как раз уезжали на переломе, так сказать, на излете в СССР, когда вообще кончилась та жизнь, началась какая-то непонятная, несимпатичная, когда массово люди уезжали, все рушилось. Вот, и они, будучи уже во внешних обстоятельствах таких, они где-то оказывались и начинали как-то более активно себя вести, понимаете? Вот, допустим, если в лесу все хорошо, значит, там лежит медведь и греется на солнышке. А если пожар, так он уже вскочил и побежал к речке, понимаете? Но пожар же нужен. Без пожара-то что он будет бежать? Смысл-то какой? Вот, поэтому, если действительно хочется чего-то, но не знаешь как, Я бы сказал, что самое простое и эффективное из того, что я вот в своем опыте жизни наблюдал, это поменять круг общения. То есть идите туда, где люди заводные, где люди с идеями, где они все время куда-то несутся, чего-то такое делают и так далее. И оказавшись в этой среде, вот она вас затянет, засосет, может быть. Света? Я бы сказала, знаешь, нужно начинать сначала. Молодой человек пишет, что он недавно осознал важность строить планы на жизнь и реализовывать их пока молодой. Но дело все в том, что осознать важность, это еще не поставить цели. Но уже хорошо. Это да, это как первый шаг, хорошо. Но только тогда, когда вы поймете свой 21 год, вы еще очень юны. Но на самом деле это время действительно понять, что вы хотите. Хорошее время. Вот, это хорошее время, но нужно понять. Как только вы сформулируете достаточно значимую цель, эта цель сама немножечко вам даст этого пинка, потому что если цель есть, и очень хочется, и цель есть, а достичь ее непонятно как. Или понятно как, но сложно, нужно встать с кровати, что-то делать для этого. Тогда, значит, появится мотивация куда-то двигаться и что-то ради этого делать. И может быть ту цель, которую вы себе поставите, будет и любая цель, да? Может быть, ее можно осуществить и в той стране, а может быть, в другой стране. Это уже зависит от ваших целей. На вопрос формулировки. То есть рецепт, который ты-то предлагаешь, это осознав важность действия, озадачиться целью. Конечно. Озаботиться целью, да. Ну, это хорошее как направление движения, да. Я тебе скажу, что в наше время, да, вот из исторического опыта, мы тоже были когда-то молодыми, и тоже в той стране никаких перспектив не было, да? Да. Но и уехать тоже не было никакой возможности, поэтому живешь вот там, где есть, да? Ну, и какая цель? Вот я для себя поставила цель. Мне очень хотелось там поступить в аспирантуру, заниматься какой-то научной деятельностью. Но мне так этого сильно хотелось, что я этого добилась, несмотря ни на что, хотя это было непросто. Поэтому вот сама цель, она заставляет куда-то двигаться, ее разбиваешь на задачи. Я со стороны наблюдаю эту цель. Я хочу сказать, что Света очень получила в такой пожизни толчок большой, развитие, энергии много там и так далее. Она изменилась очень сильно в хорошую сторону. Но вот сказать, что это именно цель, это такая краткосрочная цель, потому что после этого оказалось, что ей негде работать. Ну, еще раз. И вот она с этой целью уехала в Америку. Да, у каждого возраст. Но мне, тем не менее, выполняю реализацию этой цели. Да. Она очень много дала по жизни. Безусловно. И я абсолютно об этом не жалею. И еще раз. Тогда были условия, когда невозможно было выбирать из того, что есть. Да. Поэтому, когда вы пишете, что вот вы осознали необходимость, да, а возможности приложения нет, ну, пошуруйте немножечко. Может быть, найдется. Ну, хорошо, Света. Я думаю, что то, что я сказал со сменой, так сказать, круга общения, очень корреспондируется с тем, что ты говоришь. Вот я просто визуализировал, слышишь, вот большие такие тусники, где люди собираются, скажем, стартаперы. Вот мы были с тобой в Киеве, помнишь, там, 3 года назад? На стартап-неделе. И там было, там, тысяч 7 или 8 молодых ребят. Вот в таком возрасте, как он там, может быть, ну, плюс-минус, там, сколько-то, несколько лет. И они там с идеями, они с какими-то там задумками. И там не только технари. Там были люди и по бизнесу, которые, да, это уже есть бизнес-сторона, и какая-то еще есть сторона. И вот когда ты оказываешься среди этих людей, ты с ними знакомишься, там более, тусовка поменьше, тусовка побольше, можно там где-то поволонтерствовать или что-то такое. И ты начинаешь набираться от людей. 21 год – это еще возраст, когда можно очень и очень впитывать. Понимаете, почему, почему у вас нет вектора в движении вперед? Потому что у вас нет ментора. Понимаете? У вас нет человека, который вас ведет. Ну, можно сказать, что я такой удаленный, как бы немножко ментор. Вот я отсюда вам какую-то такую идейку бросаю. Но, в принципе, люди ходят там к своему гуру. Они там едут в Тибет, понимаешь? Они там, я не знаю, понимая, что им нужен кто-то, кто их ведет. Вот 21 год – безумно важно иметь человека рядом, с которым можно идти. Вот, допустим, у Светланы, она, говорит, она в аспирантуре, она хотела быть что-то, но у Светланы же был гениальный совершенно человек, который был ее научным руководителем. Подожди, подожди, он был абсолютно гениальный человек. Света его задумала, вычислила, запрограммировала, заказала у Вселенной этого человека. Она знала о нем все до того, как она с ним лично познакомилась. И она его получила, как чудо. Но вопрос в чем? Она сказала себе, я хочу вот этого. И она нашла его себе, и она сказала, вот этот человек, жалко, что он не в Москве живет. Потом оказалось, что он переехал в Москву через неделю, ищет аспирантов, а она у него оказалась аспиранткой. Поэтому, что я хочу сказать? Ментор, тузь ловкая. Понимаете, круг общения. Вот это то, чего вам катастрофически не хватает, чтобы выйти из этого состояния. Вы не можете выйти из него самостоятельно. Есть люди, которые сами создают тусовки, ставятся менторами. В 21 год у них уже может быть многомиллионный бизнес. И так далее. Есть такие люди, но это единицы. Это один на миллион, на 10 миллионов. Вот у вас этого нет и не надо. У вас есть способность ухватить. Вы же легко хватаете. Вам нужно, чтобы вас кто-то поджег. Зажег. Да? Значит, будьте там, где эти люди тусуются. Это ваш выбор. Вы можете это сделать. Это вполне вам под силу. Вы можете пойти в одну тусовку, вам не понравится. Пойдете в другую. Не ходить туда, где политическая борьба идет. Вот с этими не надо. А идите туда, где что-то такое делается для всего человечества. Хорошее. Не знаю, экологией люди занимаются. Айтишными стартапами люди занимаются. Есть. То есть, если сам не можешь зажечься, найди тех, кто тебя подожжет. Подожжете. Да. В общем, я бы так сказал. Есть программы. Вот ребята у нас на канале рассказывали, как они ехали в международные программы какие-то. Там за кормежку, за жилье и за кормежку, за без денег. Ехали там в Европу на волонтерские программы, знакомились с людьми. Понимаете, надо быть вот в этом, вырваться из среды. Это так важно, это просто слов нет. И попасть в какую-то другую. Вот в этом направлении поработаете. Я думаю, что может получиться очень неплохо. Закончили, да, Света? Все. Счастливо молодому человеку, всех успехов и тем другим молодым ребятам, которые ищут, как жизнь построить. Значит, двигайтесь туда, где ваша тусовка. Понимаете? Нельзя бороться с системой, нельзя бороться со средой. Нужно найти такую среду, которая будет вас поддерживать. Вот. И вот это решение. Счастливо. 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 Счастливо.